В этот день зернеуборочные комбайны открытого акционерного товарства «Завидовская» выезжают на палетки на початку 11-й годины. На периоды не прошел мостный дождь, теперь необходимо шагать, пока зерня подсохнет. На другую полову дня синоптики так само обещают опадки, а тому необходимо максимально эффективно выкористать час. Как поскорить вход в жнева, все лета на гомельшине додатково протягнули до удела у компании больше 600 человек – работников предприемства и студентов. У «Завидовским» в основном обыходятся своими силами, хоть одну выклюшению все-таки зарабили. Уже третий сезон помощником комбайнера тут працует гражданин России. На работу проезжает что день на мотоцикле. От его везки до места працы в Беларуси меньше, как 20 километров. Организация отличная, и уже не первый сезон здесь работаю, все устраивают, и по работе, и по плате все устраивают. При сприяльном надворье уборку сборжевых у «Завидовским» закончить на этом тыдне. Агульный намолот чекается на узровне минулого года. Об неких значных проблемах у господарцу увагали не кажуть. Недзе пять годов тому тут не видели, чем выплачивать зарплату. Сегодня гроши хапают и на набыть новой техники, и на додатковые меры стимулирования работников. После завершения жнева все занятые наим механизаторы поедут на отпочинок на Черное море. Есть такие работающие, что они ни разу не были на море. Поэтому этот шанс, который сегодня дается предприятиям администрации «Завидовска» и совместно с профсоюзом данного предприятия, я думаю, что это хорошая тема заинтересованности работающих именно в данный период времени. Все-таки и для удержания кадров, которые сегодня у нас имеются, чтобы не было дефицита, чтобы люди знали, что они отработают хорошо и получат достойную заработную плату, и еще смогут за счет предприятия отдохнуть. Подчас особливо моцных и протяглых дожжу механизаторы, обычно, часово переводятся на иншие работы. Уреште жнево на сегодня галлоны, але не один клопот аграреу. Необходно створить запас кормов для живелого доуле и подрыхтоваться до зимы сяубы. Если сейчас у нас идет уборочная кампания, это еще не говорит о том, что другие виды работ не ведутся. В настоящее время активным ходом идет заготовка кормов и подготовка к осеннему севу. Первой культурой у нас будет азимы рапс, к нему уже сейчас приступили. Площади, которые высвободились после уборки зерновых культур, готовятся для того, чтобы посеять рапс. Олесин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадио, компания «Гомель».